и до и после бактерии представляете я специально делала чтобы делать прыщи у меня огромный прыщ иголки попадут в кожу 8 июня а где прыщ сегодня наша тема это прыщи если смотрите мое лицо у меня вообще нет прыщи на лице зато 3 дня назад у меня тоже была прыщи но я все убирала как я убирала прыщи в течении 3 дня сначала нам надо знать причину почему прыщи появляются на лице это наша кожа это я сам рисовала красиво это наши поры и внутри поры накаплят кожный жир если вот этот жир хорошо уйдет тогда у вас будет здоровая красивая кожа но держать красивую кожу это очень тяжело потому что вы будете кушать шоколад вы будете не спать хорошо и вы будете кушать жирную еду и вы будете кушать острую еду тогда все это бредные ингредиенты закрывает это поры тогда не может уйти все закрыли поры внутри в упоре все дни попал и становятся бактерии вот так бактерия накопилась в упор эту часть мы называем прыщи короче прыщи это бактерии тогда как коренки решают эту проблему у нас есть много много разных способ первое нажимаем мы просто руками вот так сильно нажимаем я уверена вы один раз так делали но это очень плохо если руками тогда будет воспаление и будет след второе оставить но это тоже хороший способ долго надо ждать очень долго надо ждать поэтому я это тоже не советую третье это лекарства от прыщи на самом деле если вы ходите в больницу они дадут такое страшное лекарство это для женщин не очень хорошо это гармонально нехорошо и сушит тело у вас губы тоже сушит у вас тело тоже сушит крайний случай принимайте пожалуйста я сегодня хочу рассказать вот четвертый способ это посадить иголки прыщи в коже как это работает на самом деле это способ для русских больше подойдет все равно европейская кожа тоньше посмотрите пожалуйста вот до и после до и после до и после до и после на самом деле я тоже попробовала и хотела вам показать честный отзыв за три дня давайте посмотрим представляете я специально делала чтобы делать прыщи покушала шоколад и не спала хорошо ребята смотрите мое лицо пожалуйста я много ела шоколад плохого делала вот видите у меня огромный прыщ появился тут я посажу иголки уменьшается ну доброе утро я проснула смотрите мое лицо пожалуйста все успокоились я все посадила в красном месте еще буду есть шоколад подождем я очень ждала прищи у меня кожа редко бывает это настоящий не фотошеп наконец я могу показать вам как надо наносить вот столько и иголки мне надо поставить поэтому вот так трогайте и посадите Микроиголки Иголки попадают в кожу А сушить воспаление Потом снаружи это убирается Очень честно написано Если тебе не больно Ничего не получится Очень свежий запах Они сразу предупреждали Не наносите пожалуйста на все лица Потому что это будет больно Но надеюсь что у меня это все пройдет Когда вы просто там положите Это не больно Но когда вы нажмите Тогда это чувствуете боль Сегодня 7 июня Всем доброе утро Вот вчера вечером я посадила И смотрите сегодня какой результат Уже очень меньше стало Каждый раз когда я посажу Эти иголки Прыше меньше становится Очевидно меньше стало Сегодня я покажу 8 июня 8.59 Сегодня вечером Наношу А завтра утром Я проверю результат А где прыщ Где прыщ Вообще Очень интересно Если мы поставим Иголки на прыщ Тогда Иголки Сушит воспаление Прыща убирается Когда вы используете Такой крем Любое средство От прыща Не надо смешивать с другой косметикой Что еще самое важное Это умывание Я хочу сказать Если у вас есть пенка Если вы чувствуете После умывания С пенкой Подтянутое лицо Тогда Сразу Крусайте пожалуйста Потому что Это очень плохая пенка Умывание Утром Это очень важно Сейчас покажу Водка Она спит И она трогает Подушку Она обнимает Одеяло И еще Когда во время спать Пыл Приклеить На лице Утром Кушает все Плохие ингредиенты Тогда Утром Надо смыть Водой На самом деле Невозможно Потому что Перед сном Мы наносим Питательный крем Или увлажняющий Крем Это просто Водой Не смывается Потому что Крем Густой Вам нужно выбрать Хорошую пенку Которая Не раздражает Коже Я хочу Посоветовать Такой гель Тип Для утра Или для вечера Тоже можно использовать Для проблемной кожи Нижний PH Это очень важно Баланс кожи Это самый важный Для проблемной кожи Если Вы хорошо Смоете лицо С правильной Пенкой Тогда У вас будет Очень красивая Кожа Последний Если у вас Очень правильная Кожа Я советую Использовать Тонер Вот Геома покажет Как можно Тонером Убирать Брыщи Вот Замочите Тоником Увлажняйте И просто Приклейте Брыщи Потому что Брыщи Они очень вредные И у них много жара И надо Успокаивать И охладеть Эти брыщи А тонеры Советуем Для проблемной кожи АХА 5% Потому что Тоже Надо Балансировать Если у вас Проблемная кожа Приклейте Хлопок И несколько раз Меняйте Пожалуйста Если вы Продолжаете Две недели Я уверена У вас Будет Хорошая кожа И наша кожа Очень сильно Зависит От Что мы Кушаем Если у вас Проблемная кожа Я советую Использовать Косметику Как можно Меньше Просто Тоник Либо Просто Углечный Крем Либо Сыворот Когда Она Успокаивается И Подъем Уменьшается На самом деле Эта косметика Очень эффективна Для проблемной кожи Поэтому Я ссылку внизу оставлю О информации О его сайте Еще Если у вас есть Проблемная кожа Напишите В комментариях Я постараюсь Отвечать Но Ну-ка Для красивой кожи Хорошего дня Пока-пока